На месте знаменитого здания на Решильевской, 47, когда-то здесь была типография Ефима Фисенко, могут построить шестиэтажный торговый центр. Одесситы против такого решения и они уже написали петицию на имя президента Украины. Жители Южной Пальмиры уверены, этому дому должны вернуть статус памятника архитектуры, ведь он является культурным наследием Одессы. Объект за вказанной адресой является не только памятником архитектуры, а и имеет большую культурную спадщину. Сейчас на его месте планируется строительство многоквартирного домика. На сегодняшний день объект втратил охранный статус. Это непрепустимо, и поэтому мы должны защитить этот след истории Одессы. Дом на Решильевской, 47 – это здание первой половины 19 века. Как рассказывают историки, о аутентичных строениях того периода осталось мало. Их количество можно пересчитать по пальцам одной руки. Ефим Фисенко долгое время работал в типографии и в скором времени открыл свою. Он был ее владельцем до своей смерти в 1926 году. Все это время типография процветала. В 1918 году, в период независимости Украины, правительство Украинской народной республики заказало этой типографии выпуск украинских денег. Вот эти карбованцы, которые сейчас очень распространены, они есть во многих коллекциях, есть даже на разных аукционах продаются. Это как раз те деньги, которые были напечатаны в Одессе. Сейчас же этот дом готовят под снос для того, чтобы на его месте появилось новое и современное здание, которое разрушит неповторимый архитектурный стиль этой улицы. По словам депутата горсовета Романа Сенника, при наличии полного пакета документов инспекция архитектурно-строительного контроля не имеет права отказать в выдаче разрешения на строительство. К сожалению, когда заходит полный пакет документов, начиная от отвода земли, градусловий, проекта и экспертизы, ГАЗ не имеет права отказывать, потому что все документы есть, скажем так, в наличии. Соответственно, было выдано разрешение на строительство здесь шестиэтажного здания. Мы выступаем категорически против этого, потому что у нас исторический центр города и так остался без памятника в архитектуре, все это рушится, уничтожается. Все здания на Решильевской строились по специальному плану. Ширина улицы должна быть как высота двух домов. Это делали для того, чтобы в дома попадало больше солнечного света и улица постоянно проветривалась. Не забывали и об эстетическом вопросе. Кроме того, историк Дмитрий Жданов подчеркивает, даже если зданию не вернут статус памятника архитектуры, то бывшая типография входит в так называемую буферную зону соседних памятников архитектуры. По закону, все, что входит в эту зону, становится неприкосновенным. Поэтому о сносе дома на Решильевской, 47, не может быть и речи. Более того, даже если этот объект сейчас не является памятником архитектуры, то объекты, которые находятся рядом, фактически соседние здания, они там памятниками архитектуры являются. И по закону есть такое понятие, как буферная зона объекта культурного наследия. И вот эта типография, она как раз входит в эту буферную зону. На самом деле, по закону ее нельзя ни сносить, ни перестраивать. Она должна быть в таком виде, в котором она есть. Я считаю, что было бы намного разумнее, одесситы бы даже поддержали, если бы они отреставрировали это. Сделали здесь нормальные современные офисные помещения, сдавали в аренду. Не вопрос, купили, все хорошо. Но не уничтожайте историю, сделайте так, чтобы это все сохранилось для будущих поколений. Примечательно, что документы на этот дом показывать никто не спешит. Попытка добиться демонстрации спорных бумаг на земельной комиссии Горсовета также не увенчалась успехом. Наши собеседники убеждены, эта тема полна подводных камней. Вчера на заседании земельной комиссии Детского городского совета я поднял вопрос. Ребят, а покажите общественности все документы, на основании которых была отведена земля, были выданы градусловия. На основании каких? Вот покажите. Потому что мы прекрасно с вами знаем, что там все покрыто мраком. Никто не хочет показывать никаких документов, потому что мы прекрасно понимаем, что там есть подводные камни. Более 10 лет назад многие старинные дома были лишены статуса памятника архитектуры. Историки прогнозируют этим сооружением незавидную судьбу. Их готовят под снос. В 2008 году пани Штербуль вывела огромное количество объектов культурного наследия под охраной государством. То есть она отменила статус памятника архитектуры. Но об этом списке вспоминают только тогда, когда очередное здание просто разрушает. 12 декабря в 12.00 на Решильевской 47 анонсируют митинг. Небезразличные одесситы попросят, а возможно и потребуют вернуть этому зданию статус памятника архитектуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...